Мы не работаем с русским шансоном, поэтому исполнители, они, собственно говоря, очень интернационально, скажем так, джаз, блюз, рок-н-ролл, имеют свой корень совсем не в России. А хороших исполнителей в России очень много этого жанра, и поэтому мы с удовольствием их привозим. Я никогда не понимал, как российский исполнитель может стоить, как западная звезда. Абсолютно логично, что артист, который может собрать в любой стране мира 5-6 тысяч человек, он должен зарабатывать неплохо. Скажем так, артист, которого знает в Израиле 100 человек или 200. Ну, какие же тут гонорары-то. Он в России должен зарабатывать, да, пускай зарабатывает на здоровье, но тут его никто не знает. Вот наша задача познакомить, кстати, израильского зрителя вот с этим артистом. А мы гибкие, мы стараемся, пытаемся привлечь путем пиара, путем рекламы. На нас работает небольшое количество народу, и мы пытаемся вместе со спонсорами делать что-то такое, что было интересно всем. Чтобы израильское зрительство, которое впервые это было, и я могу это вспоминать, мы вспоминаем это с удовольствием. Когда человек случайно попал на концерт, говорит, вау, это из России, да, это из России, вот это любимое, что я хочу слышать. Или это из Грузии, да, это из Грузии. Это из Литвы артисты, да, это из Литвы. Так не бывает, да, бывает, вот, пожалуйста. Вот это самое классное. По поводу тех российских исполнителей, которых мы привозим, они не то, что неизвестны тут, тут это понятно, что они неизвестны. Самое плохое, что они не очень известны там, потому что они и там не входят, я не очень люблю этот формат, но они не попадают в формат, неинтересно они там. Людей приучили к каким-то другим вещам, говорят, что вот это хорошо, а это никак. И вот поэтому эти люди, занимаясь, собственно говоря, профессионально своим делом, очень здорово играя и исполняя, не очень известны, их не показывают по телевизору. Ну вот наша задача каким-то образом сделать их известными. Дело в том, что, ну, во-первых, мне нравится эта музыка, я на ней вырос. Ну, как часто говорят там артисты, я вырос на ваших песнях. Вот, я говорю, все, как бы, взаимосвязано. Во-первых, в мое время, когда я рос, учился музыке, такой вещи, как фонограмма, собственно говоря, не существовало. Играли хуже, лучше или очень хорошо, но играли вживую. Вот, отсюда вывод, поскольку мы работаем только с живым звуком, поэтому даже ошибки на концертах я люблю, это очень мило и классно, когда человек ошибается. Отсюда остается очень небольшая ниша, то есть остается только те, кто работает вживую, полностью, без секвестров, без каких-то подкладок, без компьютера. Я уже не говорю о полной плюсовой фонограмме, которая, ну, это просто, ну, это обман. Это как вместо бриллианта продать фионит и сказать, что это бриллиант. Нет, даже не фионит, булыжник. Вот, за это надо судить. Это мое личное мнение, но я ничего изменить не могу, я могу только высказывать свое мнение, вот я его высказываю. Тот, кто привозит, тот продюсер, который привозит зрителям в Израиль, на Колыму, в ЮАР, неважно куда, фанерщиков, он преступник. Он обманщик, воры преступник, жулик. Жулик. И никакой он не продюсер. Просто воры. Если артисты характеризуют успех, ну, наверное, отчасти это так, но с другой стороны, когда, повторяю, этот успех достигнут обманом, ну, так это не очень-то и успех. Это как выиграть чемпионат мира с допингом. Разве это честно? Нет. Артисты, с которыми мы работаем, они стоят немалых денег. И это правильно. Хороший артист должен стоить немалых денег. На рынке появляется каких-то 30-40 каких-то продюсеров, они даже не знают значение этого слова. Значение слова продюсер очень сильно отличается от значения слова импресарио, а еще более отличается от слова антрепренер. Это три разные профессии, абсолютно. То есть, они имеют одна к другому, третья, не имеют никакого отношения. Но они почему-то все называют себя продюсерами, хотя они не спродюсировали в жизни ни одного проекта. Ну, в первую очередь, потому что у них нет ни копейки за душой. Это первое. Во-вторых, еще самое смешное, у тебя может быть ни копейки за душой, но ты можешь их найти. Вот это и есть настоящий продюсер. Так вот, им никто ни копейки не даст никогда в жизни. Это второе. А третье, то, что у них выходит, как бы продукт их работоспособности, это дерьмо. Это дерьмо, за которое нельзя убрать деньги. И это абсолютно логично, что это дерьмо по той причине, что я бы удивился, если человек, не умеющий шить обувь, вдруг сделал мировой бренд. Так не бывает. Скажу честно, я считаю, что это мое ноу-хау, хотя я недавно узнал, что так работают все профессионалы. Если я работаю с артистом, я никогда не лезу в репертуар, то есть я либо с ним работаю, либо не работаю. Да, у многих артистов есть на выбор несколько программ. Это да. То есть мы выбираемся вместе программу. Если мы выбрали, я никогда в жизни не буду говорить ему, слышишь, дружок, вот эту песенку, пожалуйста, спой третью, а вот эту пятую. Это не профессионально, это раз. Моя работа, наша работа заключается, как я сказал в начале, в том, чтобы открыть той стране, в которой мы живем, какие-то новые имена. Поэтому я смею на какой-то процент себя называть продюсером. Нам помогает очень много людей в этой дороге непростой. И сейчас все вернемся к спонсорам. Мы бы из них просто не вытянули. И тот же самый Бутикалец, и журнал Гламур. Это очень много людей, которые сотрудничают на постоянной основе, потому что, как я всегда говорил, колхоз делал добровольно. Если человек себя показал, что он умеет и хочет работать, а мы со своей стороны себя показываем спонсорам, что мы умеем и хотим работать, то тогда есть тандем, тогда есть трио, тогда есть квинтет и все что угодно. Тогда это работает. Дело в том, что мы выводим музыкантов. Мы стараемся из нашей маленькой страны вывести музыкантов на мировой музыкальный рынок. Это неимоверно сложно. Это старая песня, потому что... Не потому что израильтяне, потому что, в принципе, чужие музыканты не сильно кому-то интересны. Ну, как экзотика, как аттракция, да. Но самой большой похвалой является, когда там говорят, «Вау, это из Израиля, это да». Мы не знали про них ничего, вот, пожалуйста. И мы так, я могу сказать, 36 стран. Вот, за все эти годы. С разными всякими израильскими музыкантами мы посетили. Но провалов не было. Но, в моем понимании, это бессмысленная трата денег, посылание каких-то абсолютно бездарных коллективов и исполнителей за рубеж. И все бы ничего. Но проблема в том, что, пересекаясь иногда за рубежом со своими артистами израильскими, с какими-то людьми, которыми мы даже не знаем, кто это здесь в Израиле, они приехали, их прислали, и вот они представляют нашу страну. Вот это мне, ну, я мягко скажу, обидно. Стыдно? Да, да, стыдно. В самом-самом начале своей творческой деятельности давал интервью, о котором я утверждал, и сейчас это ничего не изменилось. Я повторяю, любым делом надо заниматься профессионально. Дрессировкой собак, продажей автомобилей или организацией концертов. Поэтому в сущности, в сущности, этот бизнес ничем не отличается от любого другого. Поэтому никакой рулетки не может идти речь. Это, в конце концов, твои деньги, твой риск. И если уже говорить языком советской экономики, то экономика должна быть экономной. То есть тщательное планирование всего, в частности, расходов и доходов. Единственное, чего ты можешь не учесть, в чем многие ошибаются, это в том, сколько зрителей придет на какой-то концерт. Этого никто же примерно... Ну, вот это и есть искусство, я считаю. То есть это и есть опыт. Но если ты ошибся, значит ты ошибся. Значит заплати за это. И я тоже ошибался. Бывает. Мы работаем сегодня в очень серьезном, в моем понимании, творческом тандеме с Инной Мелешко. И стало намного проще. Намного проще. Потому что человек, который разбирается в бизнесе, который сделал себя сам, который добился, в моем понимании, будучи выходцем из СССР, добился за такой короткий срок серьезных успехов на израильском рынке, для меня это показатель. Я реально чувствую, насколько стало легче. И опять же, выходить на серьезные большие проекты с командой, с человеком, в котором ты уверен. И это вполне реально, что мы и делаем. Так что можете считать, что Арсинтез из СССР вышел на большой, серьезный новый виток. Ну вот были концерты, считаю, такого европейского, мирового уровня. Амфитеатр, Вафули на 2000 человек. Серьезные концерты в Тель-Авиве. Это то, что касается Ливана Ламидзе и Блю Блюз Кассенс. Были приглашенные там американцы. И очень хорошие были концерты. Мне редко что-то нравится из того, что я сделал. Но понравилось мне очень. Потом приезжала не очень пока известная, но очень классная вокалистка и гитаристка Ксения Федулова из Москвы со своей ритм-группой «Джам-дуэт». Это Алексей Цыганов и Анатолий Смирнов. Разорвали буквально. Не ожидая того, потому что концерты были очень небольшие. Такие пробные, драйв-тест. И получилось все очень здорово. Что дальше? Дальше у нас просто там букет. Не знаю, чего начать. Вот сейчас будет 7 октября. Будет очень хороший концерт американской-израильской группы блюзовой. Кстати, не русскоязычной. Группы Собо. Они очень хорошие ребята. Играют настоящие блюзовые ребята. После них сразу же практически. Это 13-го. С 13-го по 16-го октября. Это легендарнейший мистер-твистер. Но это помнят их все еще Советского Союза. Смешно то, что когда я уезжал в Израиль. Это было в августе. 20-го августа. Я в Москве подошел на Арбате. Играли какие-то ребята. Это были мистер-твистер. И я с ним еще поговорил и уехал. В этот же день из Израиля. И вот через столько лет мы как бы встречаемся. Потом у нас очень хорошие концерты. Великолепного виртуоза, пианиста тоже из России. Ну, это мирового уровня человека. Но он не вылезает из зарубежных турне. Денис Можуков. Очень заводной музыкант. Виртуоз. Фортепьяно. Он просто приезжает со своей группой виск, с которой он работает много лет. Это будет единственный один концерт. Он сумел в своем графике найти дату. Мы долго обсуждали. Вот получилось. 18-го ноября. Потом приезжает оркестр Крюльского танго без Андрея Макаревича за своей программой. Очень интересный джаз. Это одни из лучших джазовых музыкантов России на сегодняшний день. Это Евгений Борец, Давид Кибучава, Сергей Хутас. Смотрите, имена, это просто те, кто немножко в этой музыке понимает, о чем я говорю. К ним же присоединяются Александр Дедковский, трубач, очень классный трубач. И певица, ну, в моем понимании, она завтрашняя звезда. То есть, вот, она проснется знаменитой, но сегодня она тоже достаточно известна. У Андрея Макаревича участвовал вообще, по-моему, во всех его программах. То есть, видишь джаз, в лав, вот во всех его программах. Джазовая трансформация, она во всех программах поет. Диана Поленова. Ну и как венец уже перед Новым годом это будет, это будет, ну, Креольская танго. Это будет три больших очень концерта. Это будет в больших залах. Тель-Вив, Хайфа, Ашкелон. И как венец этому всему будет, приезжает сама такая легенда, легенда. Лига-блюза, так и называлась их группа, называется. Это Николай Рутюнов. Вот, это то, что будет все до Нового года. Так что работы много, но я верю, что мы все это сможем сделать. А главное, чтобы понравилось зрителю. Ну, во-первых, почему музыкальные мероприятия? Ну, на самом деле я родилась в музыкальной семье, и музыки мне катастрофически не хватает, особенно в последние годы, так как род деятельности моей абсолютно не связан с этим. Вот, поэтому музыка — это все для меня. Музыка для меня очень много значит. И критерии, по которым я выбираю, ну, в первую очередь, качество. Качественная музыка, вот благодаря компании ArtSynthes и, в частности, двухлотцу, я очень сблизилась. Я, наконец-то, получила то недостающее звено, которое присутствует в моей жизни сейчас. И, да, и так как компания ArtSynthes, на самом деле, занимается именно качественной музыкой, которая очень близка мне по духу, поэтому я решила связать с этим и с испансовской деятельностью. Невозможно объяснить, за что ты любишь джаз или за что ты любишь попсу. Вот это та музыка, которая мне больше близка по духу. Это джаз, рок-н-ролл, блюз. На этом я росла, и это то, что мне очень нравится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!